Какой овощ я считаю самым полезным в мире? Сначала перечислю все критерии, которые я использовала для присвоения такого почетного звания. А в конце видео расскажу про колоссальную пользу этого овоща в профилактике рака. Первое. Высокое содержание клетчатки. Второе. Наличие витаминов и минералов. Третье. Низкая калорийность. Четвертое. Удобство и простота приготовления. Пятое. Доступность. Шестое. Польза для организма. И этот овощ капуста. Первое. Капуста. Это крестоцветный овощ, который является хорошим источником пищевых волокон. Эти волокна содержатся главным образом в листьях капусты. Пищевые волокна важны по нескольким причинам. Здоровое пищеварение. Клетчатка очищает нашу пищеварительную систему и усиливает сокращение кишечных петель, что помогает предотвратить запоры и способствует регулярному опорожнению кишечника. Посмотрите мои видео про запоры. Там я подробно разобрала причины запоров и способы их лечения. Если вы готовы избавиться от запоров раз и навсегда, то под этим видео вы найдете ссылку на лечебную консультацию. Оплатив лечебную консультацию, вы получите свой персональный план лечения запоров. Ссылку на сайт, где вы сможете записаться на консультацию, и ссылку на плейлист запоры вы найдете в описании к этому видео. Здоровый микробиом. Клетчатка способствует формированию здорового микробиома кишечника. Кто знает лучший вид капусты для микрофлоры нашего кишечника? Напишите ваш вариант в комментариях. Троим угадавшим я подарю свою диагностическую консультацию в подарок. Контроль уровня сахара и холестерина в крови. Клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара и холестерина в крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Контроль веса. Пища с высоким содержанием клетчатки, как правило, более сытная, что помогает контролировать аппетит и снижать количество потребляемых калорий. И все это способствует снижению веса тела. Второе. Капуста содержит важные витамины, и вот некоторые из них. Витамин С. Капуста – это прекрасный источник витамина С. Витамин С является важным антиоксидантом, защищает клетки от повреждений, укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье кожи и выработку коллагена. Витамин К. Капуста богата витамином К, который необходим для свертывания крови и здоровья костей. Витамин А. Капуста содержит бета-каротин, который организм может превратить в витамин А. А витамин А необходим для нормального зрения, здоровья кожи и иммунной системы. Также капуста содержит витамины группы В, которые участвуют в различных метаболических процессах, в работе нервной системы и производстве энергии. В капусте присутствует важный витамин – фалат или витамин В9. Фалат необходим для деления клеток и синтеза ДНК. Он особенно важен во время беременности для развития нервной трубки плода. Безусловно, содержание конкретных витаминов в капусте может несколько отличаться в зависимости от сорта капусты и способа ее приготовления. Вареная, сырая или ферментированная. Тем не менее, включение капусты в свой рацион – это здоровый способ получения этих необходимых питательных веществ. Третье. Еще одно замечательное свойство капусты – это ее низкая калорийность. Семейство капустных или крестоцветных овощей являются одними из самых низкокалорийных продуктов. 100 грамм белокочанной капусты содержит 24 килокалории. Более того, капуста обладает низким гликемическим индексом – 15 и низким инсулиновым индексом – 10. Таким образом, капуста практически не вызывает всплески сахара и инсулина крови. Эти свойства делают капусту важным компонентом рациона питания моих пациентов. Которые практикуют здоровое похудение и заботятся о своем теле. Четвертое. Удобство и простота приготовления капусты. Что приготовить из капусты? Капусту на самом деле очень легко готовить. Вы можете нарезать ее, добавить овощи, зелень и оливковое масло. И получите вкуснейшие салаты для похудения. Коуслоу и фитнес-салат. Вы можете подавать свежую капусту на завтрак с яичницей. Завернуть ее в домашнюю шаурму или сэндвич. Потушить ее с другими овощами, завернуть в капустные листья мясной фарш и приготовить голубцы. Можете даже запечь стейки с капустой. Все эти полезные и простые рецепты из капусты есть в моем полезном меню на 14 и 30 дней. Напишите слово «меню» под этим видео и мы пришлем вам мое пятидневное меню совершенно бесплатно. Пятое. Доступность. По разным данным в мире насчитывается от 35 до 50 ботанических видов капусты. Это не просто популярное овощное и декоративное растение, но и важная сельскохозяйственная культура. Во многих странах мира выращивают капусту уже очень долгое время. Люди одомашнили растения семейства капустные более 3500 лет назад. Более того, капуста зачастую это недорогой, доступный каждому овощ. Шестое и последний балл в счет самого полезного овоща в мире достается семейству капустные. Благодаря потенциальному противораковому эффекту веществ, содержащихся в разных видах капусты. Эти вещества защищают клетки нашего тела от канцерогенов. Канцерогены это вещества или факторы, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей. И в капусте есть особые вещества, способные защитить нас от канцерогенов. А что это за вещества и где они содержатся в наибольшем количестве, я расскажу в следующем видео. Лучший способ справиться с запором описан в предыдущем видео. Если вам понравилось сегодняшнее видео, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Я желаю вам здоровья, любви и света. Ваша доктор Зарифа Романова.